Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 22 февраля, а предлагаю я вашему вниманию обзор по парам с евро, британским фунтом и японской иеной. В этих парах нынче наблюдается расхождение в динамике движения. Если евро и фунт продолжают расти, то японская иена начала слабеть против доллара США, и это определенно может оказаться сигналом к развороту в евро и фунте. Итак, давайте посмотрим подробнее. И вот евро не смог полноценно развить восходящее движение, остановившись на полпути в районе уровня 1.21.74, откуда и развернулся и начал снижаться. Целевая область так и осталась недостигнутой, сценарий поэтому не был реализован. Сейчас пара пытается снова восстановиться после недавнего снижения, снова вернувшись выше сигнальных уровней. Несмотря на попытку снова начать рост, пара все же проявляет некоторую слабость в развитии импульса, что может быть сигналом к возможному началу коррекционного снижения. Поэтому при подтверждении этого сценария он станет приоритетным на ближайшее время. Ну и вот на актуальном графике сейчас цена торгуется в рамках формирующегося широкого боковика, выход из которого может все-таки состояться вниз. Подтверждением этого сценария станет способность цены закрепиться в текущей области с возможным ретестом уровня сопротивления на 1.21.37, которому цена уже подошла. И вот последующий отбой из этой зоны может способствовать формированию нисходящего импульса в область между 1.19.98 и 1.19.57. А вот отмена текущего сценария состоится при пробое и росте выше разворотного уровня на 1.21.74, который является крайней точкой перед предыдущим максимумом. А вот британский фунт вырос в соответствии с ожиданиями и отработал целевую область между 1.39.55 и 1.40.19, тем самым полностью исполнив предполагаемый сценарий. Перед этим цена скорректировалась к поддержке на 1.38.60 и после уверенного закрепления начала стремительно расти. Сейчас цена несколько снизилась, отбившись от уровня 1.40.19. И в данный момент нельзя полностью исключать вероятность продолжения роста, тем не менее уже можно предположить, что цена подходит к своей вершине и разворот цены уже не так далеко. К тому же отбой от последней вершины дает намеки на возможное исчерпание восходящего моментума. Ну и вот на актуальном графике подтверждением сценария на начало снижения может стать закрепление цены в текущей области с ретестом зоны между 1.40.19 и 1.40.75. В этом случае последующий возврат под эти сигнальные уровни даст старт началу нисходящей коррекции старшего порядка. В свою очередь уверенное закрепление под сопротивлением на 1.40.19 может способствовать формированию нисходящего импульса в область между 1.38.60 и 1.37.85. Отмена текущего сценария состоится при росте и закреплении выше разворотного уровня на 1.40.75. И вот ожидания роста в паре с японской иенной подтвердились. Пара действительно продолжила рост после оформления разворота несколько ранее, достигнув целевую область между 105.99 и 106.40. Хоть и без предварительного ретеста поддержки на 105.06, несмотря на все ожидания, сценарий полностью, тем не менее, реализован. На данный момент цена несколько снизилась в рамках локальной коррекции. Тем не менее, ориентир на восходящее движение остается в силе и предполагаю, что после окончания текущей локальной коррекции можно ожидать возобновления восходящего движения к новой целевой области. Ну и вот на актуальном графике сейчас пара снова подходит к уровнику, который может оказать сопротивление. Как мы видим, цена к нему так и не подошла, отбившись от него вниз. Это может, собственно говоря, привести к локальной коррекции. Пределы этой коррекции могут как раз лежать между уровнями на 105.73 и 105.39. При этом 105.39 является крайней точкой этой зоны, где как раз ожидается основная поддержка. И вот в случае ретеста и отбоя из этой зоны есть шансы для развития нового восходящего импульса, который нацелится на новый локальный максимум в области между 106.70 и 106.96. В свою очередь отмена текущего сценария состоится при пробое и окончательном закреплении пары ниже разоротного уровня на 105.39. И на сегодня у меня все. С вами был Арман Бесибаев. Это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмилы. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.